Ребята, всем привет, всем хорошего настроения и хочу вам сегодня рассказать, я надеюсь, что каждому хоть как-то поможет это видео, я расскажу на своем примере, как поднять этот долбатый процент побед. Сейчас все дальше и больше начинается горение лично от меня, когда я один в бою, ну практически ничего не могу. Ни А. Сделать, ни Б. Настрелять. Поэтому это видео, я надеюсь, каким-то образом вам поможет, что же нужно сделать, чтобы наконец-таки поднять свой процент побед, который, кажется, блин, стоит на месте. И для этого, ребят, вам прежде всего нужен хороший совзводный, либо тот чувак, с которым вы давно играете и вы прям чувствуете друг друга. Либо чувак, который играет лучше вас, который вам будет отчасти в чем-то помогать. Ну, либо просто, ребят, чувак, возможно, который играет часто в турнирах, либо просто тащит. И начнем мы, наверное, пожалуй, с Объекта 268, где вот та самая взводная игра очень сильно и очень много зарешала. Так, клан Краун, очень знаменитый, известный клан. Ха-ха! Насколько я понимаю, и Влад, парень из Москвы, он же помог в этом бое очень сильно мне и очень сильно команде. И в целом мы здесь очень жестко прям пытались до самого последнего, просто конца, до самой последней секундочки тащить. И я вам могу сказать, у нас это получилось. Но как сильно у нас получилось, насколько эффективными были мы, вы сейчас посмотрите. И прокатывается танк почителю 25 тонн. К сожалению, не получается у меня его забрать. Да, может быть, я затупил, может быть, я не предполагал, что он проедет тут. Просто я так полагаю, что не хватило чуть реакции. Потому что я всегда, когда команда противников проезжает вот по этой перекарточке, я ее привык здесь не видеть. Потому что, ну уже, камон, уже сколько лет на этой карте играешь. Но обычно все остаются с другой стороны, чтобы вот здесь ПТшки не простреливали. А тут показывается Маус. И спасибо тебе, Маус. Маус относительно, ребята, слепой, относительно моей ПТ-САУ, которая имеет самую высокую маскировку на уровне. Он просто меня не способен высветить. Единственная помеха мне здесь, это сейчас БТ-ЧАТ, который стоит на горе, который, естественно, меня высвечивает. И сводимся. И как вы думаете, что будет? Будет замечательный, непредсказуемый поджог. Но, к сожалению, автотушение не позволяет его забрать. Добрать. Фугасом стрелять очень было опасно. И я думаю, наверняка. Во-первых, за то время, пока ты переходишь с ББшки на фугас, может произойти все, что угодно. Он уже успеет 333 раза куда-то свалить, уехать. Плюс ты выцеливаешь черные, серые зоны. Еще время проходит. Так, WZ-113. Он же парень из Москвы забирает гриля. Кстати говоря, очень хорошо. Потому что гриль со своей точностью, ну, точно не будет лишним, если он отправится в ангар. И здесь это камень. Блин, силуэт подсвечен, но не видно, что преграждает путь снаряду. Но вот здесь это был камень. К сожалению, я этого не учел. И здесь, смотрите-ка, броня не пробита. WZ-121. И Батча, тот самый, которого я был, убил, бил на горе. Он уже сюда прокатился. И нужно, конечно же, забирать. Я не понимаю, WZ, почему ты меня не видишь? Ну, в смысле, я прямо перед тобой. Я точно свечусь. И посмотрите, что творится. Вы посмотрите, два жирно-мауса едут. Они находятся еще, по всей видимости, во взводе. Ну, маус, в принципе, создан для того, чтобы давить направление. Но вот как-то здесь они растерялись. А знаете почему, ребят? Потому что рассредоточение огня, и они просто не знали, куда им податься и в кого стрелять. То есть, с одной стороны, видите, WZ-113 и мой совзводный, который отвлекает их на себя. С другой стороны, я и кустовой ВК-7201. Просто отдельные чуваки. Просто, парни, отдельный лайк такому чуваку, стоящему на горе. Это просто... Здесь очень сильно я удивлен, что маус не стреляет в меня. Очень сильно удивляет. И посмотрите, какие слаженные и крутые действия со стороны этих двух великолепных совзводных. То есть, я даю шот и WZ-113, и Влад, то, собственно, его просто забираете. Здесь я просто упарываю на мауса, потому что нужно его добирать, пока с правой стороны не прилетит ничего опасного. Ну, то есть, пока Батчат там стоит тупит, я решаю понабивать дамаг. Здесь очень хочется поджечь, но, к сожалению, надо было брать немножечко выше. Едет, упарывается 2-6-8, практически фульный. Там всемогущий, всевидящий Батчат, который просто уходит из-за света. Но здесь нужно, естественно, забирать фраг, потому что потом это будет проблема. Но подставляет по 2 шоты и слава яйцам, что у него не проходит фугас. И, наконец-таки, получается забрать того самого мауса. Не столь проблема сейчас был маус, сколько проблема не в засвете Батчатильон, который, в принципе, хоть он двигается, хоть он не двигается, он меня видит. И проблема 2-6-8, которая, сука, крендует мне боеукладку. И КД превращается в каких-то 16-17 секунд. Здесь самое главное, немножечко сосредоточиться, подумать, как действовать, что нужно делать. Думать сейчас, слава богу, я не знаю, как он понял приезжать на ВЗ-113, но он не смог бы туда, в принципе. Вы понимаете, вес засвета проник. Я не знаю, почему он так сделал. В итоге, ребята, 3 фрага у парня из Москвы, 3 фрага у Ковалева, 6 фрагов на всю команду и 10 косарей урона. Ребят, 10 косарей урона и суммарный опыт, смотрите, 2800. Ну, то есть, мы сделали все. Мы вот сделали абсолютно точно, мы сделали все. Спасибо, единственное могу сказать, ВК-7201, который на себя отвлекал внимание от танкистов на Маусе. И, ну, возможно, нет, я просто не верю, что на расстоянии 50 метров Маусе меня не увидели. Я не понимаю, почему они стреляли в него, его пробить сложнее, чем пробить мой танк. Я, честно говоря, ну, пока не имею ни малейшего представления. И второй бой, который, ребята, хочется вам показать, правда, я очень сильно горжусь. И это 112-й ледяной. Это танк, который, ну, для меня один из лучших по совковому, около совкового геймплея. Потому что он обладает правильным наклоном брони, и его использование от этого становится только легче. Почему, спросишь ты? Да потому что верхний бронелист, он прямой. Нет никаких непонятных щек, непонятнейших в плане танкования. Я не говорю про Объект-252, он идеальный в плане щучьего носа, тут не придраться. Но щучий нос ИСа-3, либо даже щучий нос ИСа-5, который даже более бронирован, чем у его прокачиваемого Собрата ИСа-3. Ну, и то он непонятен. То есть, понятно, что вот нужно вот чуть-чуть монтить влево-вправо, но от этого, ребята, сложно. От этого сложно играть от препятствий, очень сильно. Здесь это сделать гораздо легче. В фальшборта есть бронированная башня. В целом есть, не считая башен, которые располагаются, да, сверху. Которая выцеливая, замечательно пробивается. ИСа-3 в этом плане, конечно, все поинтереснее. И почему-то у меня точность на этом танке, ребята, 87%. Я не знаю, почему такая точность на, казалось бы, косющем танке, но залетает очень здорово. И я провел сессию порядка 20 боев и не разочаровался. Да, в некоторых ситуациях выносит боекладку. И спасибо СУ-101, что ты уже с дом открохи. Но я компенсирую это забором ИСУ-152. Одной из ИСУ-152 подставляться под который очень не хотелось бы. Вот смотрите, сейчас будет выстрел. Вот как это возможно? Ну вот это разве не подкроточка, ребята? И от меня, говорит Седло, тебе тоже отдельное спасибо за этот бой. Без тебя бы, я думаю, что такой бой бы у меня не получился. Здесь делаю вывод. Просто нужно продавливать, потому что все танки абсолютно в засвете. И нужно как-то их пушить. Что ВЗ-120, что ИСУ-152, которые спасибо большое, что уже забрали. Нужно просто действовать, пока живет ВЗ-121-FT наш, который остался единственный на мосту. Отлично забирает. Вроде как экшена забрали, да? Мы отдаем АМХ-50-100. Но! Счет 3-2 и у нас шотные танкисты уже забирают ВЗ, который я говорил до этого, все еще жил. Сейчас потихонечку будут забирать РУ-251, который вот надо быть просто особо одаренным, чтобы на ру, на легком танке воевать против ВЗ-121-FT. Ну, каким скиллом, каким интеллектом надо обладать, чтобы поехать вот так на борще, например. Ну, вы мне объясните, ребята, каким надо интеллектом обладать? Я так подразумеваю, что это просто чувак стоит на борще, что он думает? Ну, дайте мне тычку. Ну, я хочу дать одну тыку, хотя бы дать тыку надо срочно. Он едет упарываться и вздыхает. Урон у восьмометра 1931, и это, конечно же, не топ-показатель. Забираем сейчас экшен Икса вдвоем, совместными усилиями. Но у Е-75 ТС, у нашего совзводного, остается очень мало ХП. Это говорит о том, что, наверное, придется сейчас с ним распрощаться, потому что 2 в 2, при том прога фульная, практически. Т-26 Е-5 тоже фульная. И что же нам делать в такой ситуации? Нужно держаться вместе с Е-75 ТС. И я вот в последний момент его попросил отставить в наступлении, сказал ему никак нет, но он, видимо, не услышал, не понял. И вот сейчас, смотрите, его забирают, к сожалению. И остаюсь против дозарядки у чувака реально 2 снаряда уже есть. Сейчас он их просто может выдать и лишить меня доброй части ХП, ну, по крайней мере, ее третьей части. Т-26 Е-5, вот, честно, я не могу отдать отчет тому, что он делает. То есть он, вроде как, панику что-то где-то понимает, но он не пробивал меня выстрел за выстрелом. И предугадываю движение Бражета-46, который просто-напросто решил меня объехать, тем самым отправиться в ангар. Ну и здесь, спасибо большое, конечно же, скилл не пропьешь. Здесь я забираю его просто таранчиком и остаюсь с Т-26 Е-5, который просто за счет того, что не хочет заряжать голду, не хочет выцеливать какие-то зоны, просто выцеливает, просто заряжает фугас и ковыряет мне фугасом, но это смешно. Опять, что хотелось бы сказать в этом бою. Держитесь всегда рядом со своим совзводным. Я вот здесь сделал ошибку, надо было как-то его прикрыть, надо было подставиться вместо него и выдержать шотик от Проджета, например. Тогда, возможно, он остался бы жив. Но, с другой стороны, тогда и мастера бы не было, и 120 тысяч фарма. Так что, ребят, первое, я не считаю прописных истин, помимо модулей, оборудки, амуниции, топовых расходников, если это все вы уже сделали на своих танках. Второе, самое важное, что позволит вам побеждать, это хороший совзводный, с которым вы сможете соединиться, я не знаю, воедино, с которым вы будете чувствовать себя на высоте. Но, для того, чтобы вы чувствовали друг друга, вам очень здорово поможет в этом голосовая связь. А у меня на этом все. Всего доброго. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.